Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И снова пойдет разговор про розы. Розы осенью. Что с ними делать? Можно ли сажать розы осенью? Не только можно, но и нужно. Как для моей широты в территории Беларуси, самое оптимальное время посадки роз осенью это с 15 сентября по 15 октября. Ну а дальше вы ориентируетесь на свои условия. Важный момент это то, что розы должны успеть слегка укорениться, по крайней мере образовать дополнительные корешки до наступления устойчивых заморозков. И несмотря что на улице будут уже холода, то почва наша еще будет не промерзшая, и поэтому там будут идти соответствующие ростовые процессы. Не следует сажать в мерзлую почву, когда уже надо ее долбать ломом, и не следует сажать в почву, которую, как говорят, развезло, когда она мокрая и раскисшая. Потому что и в том, и в другом случае будет происходить загнивание корневой системы, а в случае, когда почва мерзлая, то просто не произойдет укоренение. И даже если мы сверху окучим и каким-то образом утеплим, то большой риск того, что неприжившаяся роза вымерзнет весной, ничего у нас не получится. В чем плюс посадки осенней роз? В том, что весной они уже выходят окрепшие, подготовленные к росту, и вступают в период вегетации гораздо раньше тех, которые высаживаем весной. Ну и весной свои там всякие моменты. То рано посадил и замерзло, то поздно посадил, что-то с ней случилось, там высохло, поливание было, и сушающее солнце. Ну если весной, то надо после посадки непременно притенять. Осенью и притенять то не надо, потому что и так прохладненько, влажненько. Одним словом, очень хорошие условия в этот период. Ну, всегда, когда мы хоть что сажаем, будь то там плодовые или еще многолетники, мы всегда должны учитывать индивидуальные особенности этих растений. Точно так же мы должны приноровиться к тому, что требует царевна роза. Царевна роза требует того, чтобы место было освещенное, но не такое, что там просто круглый день на нее нещадящий палит солнце. Все-таки несколько часов в день она должна находиться в такой рассеянной тени. Но это не значит, что надо пихать розу близко к стволу дерева, потому что около таких растений, как береза, клен, ясень, ну и многие другие, образуется очень обширная корневая система. И корневая система, если вы спроецируете крону на почву, тот там и уже далее тоже, в меньшем степени, конечно, есть корни, которые очень иссушают и обедняют почву для розы или других растений. Поэтому вместо таких следует избегать. Надо учитывать почвенные условия, то есть насколько плодородная почва. И, естественно, условия увлажнения. Если ваш участок чувствуется или вы знаете наверняка о том, что где-то близко грунтовые воды, то необходимо на дно лунки ямы сделать дренаж. Да, это уже не лунка, а это однозначно яма. Потому что у меня есть такая розочка. Так и хочется просто прийти с маленьким совочком, ковырнуть землю, вставить этот снаряд туда. И что получится? И получится, что роза продолжает расти в этом маленьком горшочке. Ну и как вы понимаете, что, естественно, корни не расправлены, и она будет чувствовать себя угнетенно и не развиваться, а может даже и вообще погибнуть. Поэтому яму мы копаем не меньше, чем 50 сантиметров, что в глубину, что в ширину. А для крупных роз, такие как из группы Остина либо плетистые, мы даже копаем глубиной сантиметров 70. Это касается и роз, которые привитые. При посадке привитых роз, для чего мы делаем еще дополнительную глубину, потому что мы будем заглублять прививку, место прививки на сантиметров 5-7. Это нам даст то, что здесь вот мы видим, есть почки. От этих мест будут образовываться сасывающие корешки мочковатые. Это будет дополнительным питанием, как для побегов, ну и обеспечит устойчивость розы к различным неблагоприятным факторам и вообще для здорового роста. И, естественно, такой размер ямы нашей, это для того, чтобы, если почва, снова же идем от противного, приспосабливаемся к потребностям розы, будем вносить туда, если почва очень суглинистая, плотная, значит, вносим песок, перегной, конечно, потому что без компоста и перегноя нам не обойтись. Это может быть вызревший компост от наших заготовок сорняков в определенном месте, либо перепревший навоз, любой навоз, коровий, конский, куриный там в определенном разбавлении. Выстилаем ямку, потом я вам покажу. Если у нас нету навоза, то мы добавляем туда торф, выстилаем дно ямы, добавляем комплексное удобрение для того, чтобы на начальном этапе, для старта розы, был такой запас питательных веществ. Перед тем, как мы будем сажать приготовленные кусты, надо их либо замочить на несколько часов в любом стимуляторе роста, который у вас есть под рукой или который вы предпочитаете, и он проверен вашим личным опытом. Это могут быть эпин, это могут быть новосил, вот у меня есть корень супер, что у меня еще есть, стимулятор образования, циркон. Ну, давайте я остановлюсь на цирконе, он здесь самый дорогой, чтобы все было у нас так очень правильно и хорошо. Кроме замачивания, последнее время, ну, последнее время забыли об этом, но как-то был такой момент, что это было последнее время, очень популярна была так называемая мокрая посадка. Что это значит? Это значит, что мы не замачиваем корни, или даже иногда само растение можно замачивать, например, в эпине или на Василии, если растение небольшое или если позволяет емкость, в которой можно замочить. А можно непосредственно в нашу яму заливать вот этот корнестимулирующий раствор, что я и сделаю. Вот я это сюда вылила, ведро, ну и отправлю, пусть оно там размокает и перемешивается. Выбирая место, надо еще обращать внимание на то, какой был предшественник. Не следует сажать розы по тем местам, где росли растения из семейства розоцветных. Это все плодовые, яблони, сливы, вишни и прочие. Потому что примерно одинаковая потребность, одинаковые вредители, почва получается очень истощенная. Поэтому лучше выбирать других предшественников, а, конечно, еще лучше свободное гуляющее место. Иногда возникает необходимость в том, чтобы вот вашем уже существующем розарии необходимо заменить какой-то старый или больной куст. И тут возникает такая болезнь пересадки. Вроде бы мы посадили молодой кустик, все замечательно, он такой был бодренький, подготовленный, и полили, и обработали, и медным купоросом там мы все это вот пролили, а результат получается нулевой. Почему? Потому что мы посадили выстощенную и, возможно, даже и зараженную почву. И растению не хватает для старта питательных веществ и прочих хороших вещей. Я приготовила для пересадки, вот мне очень надо посадить плетистую розу. Я ее заранее выкопала. Она, видите, такая мощная. и, конечно же, мощная не от того, что она старая, ей всего лишь два года, но куст так развился. Листья подвяли, но это не беда, потому что они все равно будут осыпаться, лишь бы с корнями было все в порядке. И теперь я смотрю, что с ней можно сделать. Так как она молодая, то я, в принципе, вот видите, здесь у нее внутренний побег, который нам не нужен. Удаляю, естественно, старые всякие пенечки. Удаляю этот внутренний побег. Удалила. Конечно, так и просится, вот хочется прямо обрезать что-то, но так как это плетистая и молодая роза, то я ее не буду сильно обрезать. Я снова же удалю некоторые, которые идут внутрь. а эти побеги я оставлю целыми и невредимыми, потому что, ну, пожалуй, вот этот, потому что он тоже загущает. Потому что плетистая роза данного сорта будет свисти на побегах прошлого года, и мне хочется полюбоваться ее во всей красе. Можно увядшие листья ускорить процесс естественного осыпания. К тому же, здесь вот уже в силу того, что все-таки осень и некоторые листья поражены слегка мучнистой росой, можно все это удалить. Кажется, что это очень муторно и вообще неподъемная такая работа. На самом деле все это происходит быстро. Ну, вот вы таким образом убираете все. Увядшие кончики обрезать не надо, мы удаляем только листья, потому что внутри тургор у них присутствует. Дальше копаем яму. Ну, вот так. Теперь я сюда за неимением под рукой компоста насыпаю удобрение, распределяю. Добавляю специальный грудь. Заполняю ямку. Перемешиваем, чтобы удобрения не касались корня, а никак. И так как бы остались немножко глубже, но мы их перемешиваем равноверно по всей толщине посадочной ямы. И теперь так называемый мокрый метод посадки ампулу сюда вливаем в ведро воды. Готово. Немножко подождем. Не надо ждать, когда она вся туда уйдет. Потому она и мокрая посадка, потому что мы сажаем практически в лужу. Отправляем. И засыпаем равномерно со всех сторон выкопанным грунтом. Корни должны быть расправлены. Здесь корневая система была хорошо сформирована, потому что она переходила из одного горшка в другой горшок и наконец попала в грунт. Поэтому корни равномерно распределены, правильно сформированы. И начинаем обжимать. Обжимаем всегда от края при любой посадке, от края нашей ямы к центру. Для того, чтобы не осталось пустот. когда мы пользуемся таким методом мукрой посадки, сразу же земля получается обнимает все корешки и не остается пустот, в которых бы происходило провисание и подсыхание. Ну, и еще необходимое условие при посадке осенью это окучить. Окучить на высоту 15-20 сантиметров. Вы можете окучить, если позволяет почва вокруг куста. И теперь нам поливать дополнительно не требуется запас почвы. Влаги в зоне корней достаточно. Все. При такой посадке, при таком окучивании с нашей розой все будет зимой замечательно. Мы собрали с вами все условия. весной мы эту кучку земли разокучиваем. Если мы сверху окучиваем, например, торфом, то потом его также разгребаем от стволов или стволика. И это будет служить дополнительным мульчированием, предохранением от испарения влаги в почве в зоне корней. и растение будет чувствовать себя замечательно. Это одна история. Мне надо было пересадить растение. Теперь давайте займемся второй историей. Когда я купила растение розы либо с такой плотной замоткой. То есть растения были получены, а затем их поместили. Сейчас посмотрим во что. Возможно, это торф. Иногда бывает сфагнум. Значит, вот такая получилась история. Корни сложены. Это, конечно, не лучший вариант. Но плюс то, что все-таки все здесь влажное и не подсохшее. Поэтому есть вероятность того, что все с ней будет хорошо. Значит, в соответствии с корневой системой мы понимаем, что лунка должна быть 50-70 сантиметров. Мы ее точно таким же образом выкопаем, посадим. Ну и предварительно обрежем те корешки, которые уже подсохли, они торчали снаружи. Поэтому мы обрезаем. Смотрим те, которые вроде бы подпорченные, подсохшие. Вверху у нас все в порядке. И как я уже говорила, что будем заглублять на 5 сантиметров выше, для того, чтобы здесь была возможность роста корешков именно при воя. Если вы вдруг купили розу, которая росла в контейнере, это будет для посадки, конечно же, лучший вариант. И надо обращать внимание на то, особенно для подзимней посадки осенней, чтобы земляной ком был очень плотный, чтобы он полностью оплел горшок. Если вы переворачиваете горшок, то должны даже торчать корешки. Это положительный момент. тогда мы извлекаем из горшка. Оно легко извлекается. И вот эти плотные корешочки, которые будут на розе, мы в трех местах разрезаем глубиной 1-2 сантиметра. В трех-четырех местах разрежем. Здесь не надо резать, потому что она извлечена и доставлена покупателю. Но это вторая история. У вас не получается ни яму приготовить, ни заправить, ничто не складывается. И сроки поджимают, а розу вы купили. Тогда есть еще один такой вариант, который называется прикоп. Делается канавка с углублением в 30 градусов. это для того, чтобы весной, по мере того, как будет происходить начало вегетации, образовывались дополнительные корешки и растения лучше приживалось и перезимовало. Вот мы укладываем под таким углом 30 градусов, засыпаем, уплотняем и сверху не забудьте про то, что место прививки должно быть всенепременно защищено. В дальнейшем, после того, как почва, верхний слой промерзнет, то есть наступят устойчивые заморозки, вы можете накрыть лапником, либо засыпать сухим торфом, либо сухими опилками, но это уже после заморозков. Ну и возвращаемся к нашим черенкам. Те черенки, которые стояли на улице, вне теплицы или комнаты, они уже адаптировались. Это касается июльских черенков. Но мы с вами, помните, проводили позднее черенкование, и черенки эти находились на всякий случай, как говорится, в помещении. Вот они замечательно прошли укоренение. Не знаю, как у вас. У меня они вот так выглядят. На улице оставлять мы их, конечно же, не будем. Мы их пересадим, потому что здесь им уже мало питания. Сейчас посмотрим, что у них с корнями происходит. Может, это просто сверху такая веселая обстановка. Да нет, с корнями все неплохо. Видите, какие уже достаточно длинные хорошие корешки. Потому что бывает при неблагоприятных условиях ситуация такая, что вроде бы побег развивается за счет сил под корою черенка, а корневая система образовался только калиус, а корешков еще нет. Поэтому такие растения лучше оставить, пусть они в вашем череночнике и продолжают жить. В соответствии с размером черенка и корней мы можем выбрать горшок, который соответствует этим размерам. Для маленького черенка подойдет такой размер, для большего – больший размер. Квадратные круглые значения не имеют, потому что это что у кого есть и кому что нравится. Квадратные конечно лучше составлять, экономия площади получается, что также немаловажно. Посадили наш череночек, уплотнили, давайте малыша посадим. Держим корешок черенок на весу, можно насыпать больше, сделать лунку, если они не очень растопылены в стороны и опустить, не подгибая ни в коем случае. Держим на весу, засыпаем, примерно помним, где высота, где корешки, уплотнили, досыпали. И так поступаем со всеми черенками, а затем мы их вносим в помещение для того, чтобы предотвратить их гибель, потому что они ослабленные, все-таки не закаленные, и на улице им будет трудно даже при укрытии. Те черенки, которые раннего срока черенкования, которые находились в естественных условиях, их можно. Представим, что это черенки раннего срока черенкования. Мы выкапываем траншейку и вкапываем вровень с почвой. Сделаем повыше, вкапали. Сверху также мульчируем торфом, опилками, прикрываем лапочками, окучиваем повыше на сантиметров 10, и ждем весны. Весной разокучиваем, даем им прийти в себя и сажаем на задуманное место или дарим друзьям и близким. Ну, вот так мы подготовили розы к зимовке. И пересадили, и посадили, и череночки пересадили, и рассмотрели, как мне кажется, всякие варианты. Поэтому удачи вам и вашим розам процветания. Пишите, звоните. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова